Метизный цех планируют построить к 2018 году. Основным видом продукции станет проволока. На торжественной церемонии присутствовали губернатор Вениамин Кондратьев и депутат Государственной Думы Иван Демченко. Глава региона также подписал соглашение о намерениях инвестиционного сотрудничества между краем и заводом. Кубань дает нашей стране не только зерно, но и металл. И очень важно, что наш внутренний инвестор, понимая, что он пришел всерьез и надолго, часть прибыли вкладывает в социальную инфраструктуру. 1,2 миллиарда цена открытия этой новой линии. Но для меня важно и для вас, и для горожан. Это 300 рабочих мест, новых 300 рабочих мест к концу этого года. 400 новых рабочих мест к концу 2018 года. Вот это, наверное, то, что больше всего волнует людей. Возможность стабильно работать. Конечно, экономически непростое сегодня время. Но чем сложнее условия, тем закаленнее будет сталь. Больше 100 миллионов рублей ежегодно мы вкладываем в социальные проекты. Это садики, это школы, это благоустройство, это новые дороги. Мы все делаем для вас. В первую очередь, чтобы вы рожали детей нам, новых металлургов, и строили наше государство. Вениамин Кондратьев и Иван Демченко смотрели основные цеха завода. Сейчас на производственном комбинате ежегодно выпускают 600 тысяч тонн арматуры. На предприятии планируют создать полный цикл переработки металла. От лома до метизных изделий. Абинский металлургический завод – один из ведущих в России. Сейчас он в состоянии полностью закрыть потребности юга страны в арматуре.